И напоследок о речных котах. Да, есть и такие. Живут на теплоходе, путешествуют из Петербурга в Москву и обратно и выполняют очень важную и для команды, и для пассажиров функцию. Юлия Богоманшина поднялась на борт, познакомилась с пушистой командой и узнала, почему капитанский мостик к котам милее дома на берегу. Глаза голубые, как водная гладь, походка морская, слегка вальяжная. Вот так он обычно и шествует по палубе. Ну-ка, покажи, как ты умеешь. Покажи. Перевернись. Сам себе на уме. Повезло ему. Совсем маленьким размером с ладонь попал матрос в семью капитана Котина. В ней все от котов без ума и на речном флоте служат. Тут он и вырос на теплоходе Николай Чернышевский. В капитанской рубке. Курсируя между Петербургом и Москвой. Теперь вместо тельняшки, как положено, китель и фуражка. То есть его уже повысили, получается? Да. Из матросов он перевезен уже в старкомы. Должность вроде незначительная, но он давно уже все держит под контролем. На огромном теплоходе глаз да глаз за командой нужен. Особенно за младшим Котиным. Он тут помощник капитана. В 4 утра приходил, записывал вахту, приемку вахты, открывал дверь и говорил, матрос, пойдем со мной в обход. И он со мной по палубу, по шлюпочной, по солнечной, по кругу, до самого низу. А потом внутрях подымался в руку. Матрос вообще трудоголик. Так бывает умотается за смену, что засыпает прямо на капитанском пульте. Молодым его не назовешь. 9 лет в плавании. Если в километрах считать, раз 7 совершил кругосветку. К мышам равнодушен, да и нет их на корабле. Впрочем, новый Кот-охотник на теплоходе недавно все же появился. Боцмана в команду к матросу взяли. Ему и тельняшка по наследству досталась. Уважение, правда, должного к форме, Кот пока не проявляет. А страсть к охоте и любопытство Боцмана однажды сильно подвели. Сорвался с теплохода, когда в шлюз вошли. Думали, все. Разбился о парапет бетонный. Трагедия. Оказалось, анекдот. Я по трансляции, там ребята на Швартовых были. Говорю ему, ребята, там Боцман бегает по привальнику. Он, говорю, испуган. Осторожно, говорю, его там это поймайте. По трансляции все услышали и думали, что настоящий Боцман. Крыша поехала. И все побежали смотреть, как Боцман бегает и как его ловят, чтобы он за борт не выпрыгнул. Эти члены экипажа Боцман с матросом вообще всегда в центре внимания. Теплоход туристический, среди пассажиров в основном иностранцы. Приходят на экскурсию в капитанскую рубку, видят их и обо всем забывают. Коты на корабле и фотомодели, и средства для снятия стресса. Погладил их, и настроение улучшилось. Матрос так еще и в роли местного гидромедцентра выступает. Волнуется там, ткнется здесь, ткнется. Сразу можно определить, что будет шторм. И точно, ни разу не ошибался. Полгода они на теплоходе, в рейсе. А когда закрывается навигация, живут дома у капитана. Скучают жутко и ждут весны. Обычно в сумку их очень тяжело запереть, закрыть, чтобы переносить. Они сопротивляются. А здесь прихожу, открываю сумку, говорю, ну что, поехали на теплоход. Сами заныривают. Кто ж будет в тесной квартире сидеть, когда тут восхищение публики, свобода да бескрайняя водная гладь. В общем, они опять в рейс. До свидания, Москва. Юлия Богомашина, Константин Степанов-Молодов, Арсений Лорехин. Телецентр.